Троеточие Троеточие Когда человек перестает учиться или к чему-то стремиться, наступает деградация. А это значит, что нам стоит всегда чему-то учиться и стремиться. И верующим людям сегодня особенно важно услышать и понять, что пора выйти на такой уровень, чтобы наш внутренний мир не зависел от внешнего. Чтобы в состоянии нашего духа оно было непоколебимо, независимо, какие состояния, что происходит вокруг нас. То есть жить и выживать в разных условиях. Сегодня, я думаю, вы уже наслышались и навиделись много разных видео, разных новостей. И, к сожалению, большинство из них они плохие, не очень хорошие. И многие эксперты политические, экономические, они предсказывают не очень хорошие. И прогнозы не очень утешительные. К тому же для нас авторитет Слово Божие и Библия тоже предупреждает, что, возможно, грядут времена не очень спокойные. И нам важно, как верующим людям, не только самим оставаться спокойным, но и других научить. И когда придут эти времена, друзья, сегодня миллионы людей уже потеряли работу в Америке. Есть люди, которые потеряли работу в нашей церкви, но я думаю, что таких людей намного больше вообще по миру. И это вся вот эта неопределенность, неизвестность наводит страх. И людям как никогда нужна надежда. И об этой надежде сегодня я и хочу проповедовать. Хочу обратиться ко всем и сказать, друзья, нам не нужно бояться, но нам нужно научиться надеяться на Бога полностью. Полностью научиться надеяться на Бога. Думаю, друзья, простите, что я так думаю. Думаю, что даже верующие сегодня с большим даже христианским стажем, мы часто не умеем надеяться на Бога. Что я имею в виду под понятием надеяться на Бога? Надеяться на Бога, оно проверяется тогда, когда человек полностью, полностью теряет контроль над ситуацией. Ситуация неуправляема. Это как машина, которая едет, ее несет на льду. Как ты не крути этот лед, как ты не тормози полностью. Он потерял контроль. Или представьте себе, что вы летите в самолете, а в самолете отказали двигатели, и вы падаете. Вот это вот то, о чем я говорю. Вы абсолютно ничего не можете изменить. Вы полностью потеряли контроль над ситуацией. Но пока в нашей жизни остается контроль, пока у вас есть еще немножко запас, пока мы контролируем более-менее ситуацию, не стоит громко заявлять, что мы надеемся на Бога. Возможно, мы еще не знаем, что это такое. Но нам очень важно научиться надеяться на Бога, друзья. Вы знаете, что я думаю, что нам важно перепрограммировать себя. Я обращаюсь к верующим и к неверующим. Кто слышит это слово, это обращение. Нам важно себя перепрограммировать, чтобы научиться полностью, по-настоящему надеяться на живого Бога, который непоколебим во все века. Все остальное, оно очень серьезно пошатается. Нас, друзья, долгие годы программировали, учили надеяться на себя. Конечно, так не было сказано прямо, но нас, я как, вот именно умышленно использую это слово, нас программировали. С детства учили планировать, учили запасаться, учили все просчитывать. И это хорошо, в этом нет ничего греховного. Но мы даже не осознали, как иногда мы попались вот в такое вот состояние, когда мы надеемся на себя больше, чем мы думаем, и надеемся на себя больше, чем мы это осознаем. Нас учили запасаться, мы вот запасаемся разными-разными вещами. Но, друзья, сегодня в Америке, как никогда, если вы знаете, покупают оружие. Покупают оружие, как никогда, в очередь становятся покупать оружие. О чем это говорит, что как бы вы не запаслись продуктами, деньгами, золотом, недвижимостью, имуществом, к вам когда-то могут постучаться в дверь и сказать, делиться надо. И сколько у тебя бы не было бы оружия, на всех оруженных не хватит. Мы этим понимаем маленьким иллюстрацией, понимаем, что мы не сможем сами все защитить и все просчитать. Нам нужно срочно, срочно, быстро, научиться по-настоящему, полностью надеяться на Бога всем сердцем. Всем сердцем. Причины, почему мы на себя так сильно уповаем, друзья, учеба. Нас учили, что учеба тебе гарантирует стабильную работу. Сегодня это под сомнением. Нас учили, что если ты заработаешь деньги, то ты отложишь, ты сможешь запасаться, иметь сбережения. Если у тебя есть недвижимость, значит, у тебя есть надежность. Если ты живешь в Америке, Америка это большая, могучая страна, непоколебимая. Если ты вкладываешь в банки, там есть федеральная страховка, там есть фонды. Если у тебя есть пенсия, это значит социальное какое-то обеспечение. Если даже придет катастрофа, землетрясение или торнадо, у тебя есть страховка. Страховка, страховка на жизнь, страховка на дом, страховка, которая очень-очень скоро, друзья, мы поймем, что это просто пустота. Ничего тебя не застрахует. Никакие федеральные фонды, банки, никакие страховки, ничего в жизни не спасет. Стоит только почитать Евангелие от Матфея. Там все написано, что будет. И, друзья, если мы не научимся доверять Богу по-настоящему, нам будет очень-очень тяжело в этой жизни. Вот почему, друзья, когда все рухнет, и у человека уйдет все основание, на чем он строил, нам важно сегодня понять, что мы привыкли, что все под нашим контролем, но, внимание, оно никогда не было под нашим контролем. Никогда ничего не было под нашим контролем. Им это только казалось, но оно никогда не было под нашим контролем. Притча 3 глава 5 стих написано. Надейся на Господа всем сердцем. Надейся не на 50%, не на 70%, не на черный день вот эту возможность имей, но всем сердцем. И дальше. И не полагайся на разум свой. Вообще не полагайся. Вообще не полагайся на разум свой. Это не значит, что нельзя думать или планировать или искать какого-то выхода, но это не значит, что нельзя полагаться на людей и на все земное, ни на правительство, ни на что нельзя надеяться в этой жизни. Иначе будет большое разочарование. Нам, друзья, нужно учиться. Вот чему нам нужно учиться. Филиппийцам 4 глава 12 стиха. «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Старшее поколение, которое пережило какой-то кризис, какие-то войны, голод. Я думаю, вы согласитесь, они больше доверяют Богу. Они больше научились чему-то. Но я переживаю за молодое поколение и за тех, кто давно живет в Америке. Нам нужно научиться тому, о чем Библия предупреждала давно. Здесь идет три таких основных призыва. Первый урок – «Я умею жить». Вопрос – «Умеем ли мы жить?». Второе – «Почему он умеет жить?» Написано «Я научился всему». Нам учился. И дальше он говорит «Я могу все». Как же он научился? Друзья, это вот такие процессы на земле. Экзамены – это опыт. И учеба идет благодаря перепадам температуры. Благодаря резким перепадам обстоятельств. Когда есть деньги и нету. И есть работа и нету работы. Когда есть пища и ее очень мало или вообще нету. Когда все стабильно или вообще нестабильно, неизвестно. Когда больно и когда хорошо. Вот эти все процессы – это учеба, которая придает человеку зрелость. И потом, в итоге, он итог говорит «Я могу все». Я все могу перенести, пережить. Как? Не потому, что он такой сильный, железный человек. Но он говорит «В укрепляющем меня Господе». Он понял, что все эти сезоны, все трудности, все потрясения, все, что человек может только на этой земле испытать, возможно перейти, пережить благодаря Богу, который укрепляет. Который укрепляет изнутри. Вот почему надежда на Бога важна. Но помните, я с вами сказал вступление, как надежда на Бога связана с терпением. Вот это вот нам нужно разобраться вот в этой сути, как терпение влияет на надежду. И здесь апостол Павел пишет «Я научился всему, я умею жить». И дальше он там пишет «Я терпеть могу, я терпеть». Он пишет «Я терпел разные ситуации в жизни». И благодаря этому терпению вот что-то получилось. Римлянам 5 глава с 3 стиха написано «От скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши». Друзья, смотрите за последовательностью. Мы все хотим надеяться на Бога. Проблема иногда не получается. Проблема иногда этой надежды не хватает. Особенно, когда сильно тяжело. И вот здесь Писание дает нам пошаговый, такую как бы инструкцию, путь к этой надежде. И здесь написано «Скорби» или испытания от скорби, от проблем. Приходит терпение. Происходит терпение. В других переводах написано «стойкость». По-английски «endurance», выносливость. В других переводах написано «характер». Вот это такое «твердость». И дальше от терпения – опытность. От опытности – надежда. И вот начинается все, опять отматываем назад, какие-то испытания, трудности, скорби, потом терпение. И вот так вот идет этап за этапом, и все заканчивается надежда. Надежда, конечно, не на самого себя. И не на социальную помощь, а на Господа Бога. Вот об этой надежде мы с вами сегодня говорим. Терпение, боль, несправедливость, какая-то проблема или испытание – это производит надежду на Бога? С одной стороны, да, можно сказать так. Это закаляет нас. Терпение – это то, что производит в нас. Это то, что выявляет в нас это качество. Иначе без этих экзаменов мы бы даже не смогли бы узнать, есть ли в нас вообще это качество терпения. Если бы не было людей вокруг, вы бы никогда не знали, если вы обладаете терпением. Нам не сильно хочется или важно иметь терпение, но иногда нам очень нужна надежда на Бога, потому что нас ситуация зажала, она нас просто раздавливает. Нам нужна надежда. Вот что нам нужно. Нам хочется обойти все эти процессы, где иногда нужно терпеть. Вот почему апостол Павел говорит, я научился по жизни, в жизни учился здесь на земле. Я не просто в церкви проповедовал и поднимал руки, аллилуйя говорил, я учился, я был в разных обстоятельствах, где было больно, где было трудно, где было голодно. Я все это прошел, и я понял, я все могу. В укрепляющем меня, Господи. Я научился всему. А нам иногда мы бежим, мы вырываемся из этих трудных ситуаций, в которые мы попадаем. Мы не хотим там быть. Мы сразу кричим, Господи, спаси, помоги, как я здесь оказался, и я уже здесь две недели в таких обстоятельствах. Но мы не против надежды. Терпение, друзья, иногда это отсутствие, это выражается в отсутствии ропота, или бунта, или горечи, или обиды по отношению к людям или к Богу. Вот это все идет в этом пакете терпения. Однажды, друзья, один христианин помолился только молитвой, Господи, забери этого человека из моей жизни. Мы здесь занимаемся важными делами, духовными. А он просто мешает, раздражает, отвлекает. И Господь сказал, нет. Неожиданный ответ. Я хочу, чтобы ты научился терпению, и я буду тебя использовать еще больше. Странный опыт такой на земле среди людей. Независимо, друзья, Бог допустил в твою жизнь какие-то обстоятельства, или это дьявол искушает, или это была какая-то твоя ошибка, и ты живешь в последствиях неправильных выборов или решений, нам важно все равно правильно реагировать, друзья. Правильно реагировать и понимать, и помнить, что над всем и всем управляет сам Господь Бог. И все эти испытания это лучший метод, как мы можем расти, закаляться. Как спортсмен, который терпит какую-то боль, напряжение, нагрузку, новые нормативы, но потом в итоге он достигает результата и победы. Как школьник, который занимается, сдает какие-то экзамены, тесты, несет новые нагрузки, но потом приходит какой-то результат. Точно так же и в жизни мы, друзья, должны учиться и терпеть и находить надежду в этом. Написано Иоанна 16 глава, 33 стих, Христос предупреждал, чтобы вы во мне имели мир, в Боге есть мир, а дальше, а в мире будете иметь скорбь. Это слова самого Господа, это предупреждение, этого не надо бояться, друзья. У нас есть Господь, мира и надежды, но Бог предупреждает, что это может с нами быть, друзья, и нам нужно правильно на это реагировать. Как вы думаете, какой сегодня самый популярный псалом, который цитируют все, который на всех социальных сетях, который все учат наизусть? Я думаю, вы догадались, это псалом 90-й, где сказано, что Господь сохранит, Господь не даст мне упасть, Господь сохранит от всякой язвы, Господь сохранит, и Господь много-много обетований жизни. Но там есть такой маленький стих, почти в самом конце, он такой незаметный, 15-й, предпоследний, написано, «Возовете и услышу, с ним я в скорби». Опа! Вау! Псалом 90-й, такой популярный, кажется, так всем нравится. А там написано, «Я с ним в скорби». Подождите, а я думал, он избавит от всей скорби. А там написано, «Я с ним в скорби». По-английски написано, «I will be with him in trouble». Оказывается, друзья, я верю. Я верю, друзья, что Бог он избавляет. Я верю, что Бог защищает. Я не верю в случайность. Я верю в обетование Божье. Да, друзья, я верю, что Бог всемогущий. Бог все может. Блажен каждый, кто верит в Бога. Эта вера, она помогает не просто жить, выживать в самых трудных условиях. Сегодня это самые благословенные люди, которые верят в Бога. Но нам также важно понимать, что даже когда мы проходим какие-то скорби, то у нас есть надежда на Бога, и у нас есть мир. Но сегодня люди не хотят терпеть. Сегодня люди не хотят учиться. Сегодня люди не хотят терять контроль над ситуацией. Это ключевое слово. Мы очень привыкли, чтобы ситуация была под нашим контролем. Вот почему нам так тяжело научиться надеяться на Бога. А когда контроль потерян, тогда мы уже летим, падаем, но мы не научились летать. Не научились летать, парить, когда почва с под ног уходит. Дети сегодня наши, они тоже не умеют терпеть. Я как-то пробую своих детей учить терпению. Вот попробуйте с вашими детьми эксперимент, когда они что-то просят. Можно? А ты им говоришь, можно, но завтра. Или можно вот это скушаю, вот этот тортик. Можно. Но через час. Вот посиди на него час, посмотри и скушаешь. Вы представляете, какие будут сопли, слезы, истерика? Вы представляете, какая будет реакция? Или вы пообещаете, что вы что-то купите, но через год. Если год потерпишь, то куплю в два раза больше и в два раза лучше. А-а, никто не хочет проходить такой учебой. Вот если у вас есть внуки, вы хотите послужить, помочь вашим детям? Вот попробуйте ваших внуков не просто все им покупать, все разрешать, все давать, а вот учить их терпению. Потому что об этом Библия пишет, что это хорошее качество. В этом есть надежда. Но никто же не хочет быть плохим. Все хотят быть хорошими. Друзья, и вот в этом процессе, друзья, мы очень похожи на детей. И нам тоже не нравится терпеть. Взрослым тоже не нравится ни людей терпеть, ни обстоятельства терпеть. Но Библия говорит, что в терпении потом есть надежда. Наши дети страдают в школе, терпят. Иногда плачут и не хотят делать уроки или идти в школу. А мы их уверенно каждый день возим в эту школу. Второзаконие, восьмая глава со второго стиха написано. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать тебя, что в сердце твоем. А ты не думал, что Бог так заинтересован с тобой знакомиться? Правда? И ты готов знать и знакомиться с Богом на расстоянии. А Бог говорит, нет, я хочу с тобой познакомиться поближе и узнать, что в сердце твоем. Это близкое знакомство. Будешь ли хранить заповеди или нет? Он смирял тебя, Он, с большой буквы Бог, томил тебя голодом. Он же, тот же Бог, питал тебя манною, сверхъестественно, питал и заботился. Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Вау. Учит. Бог учит. Апостол Павел закончил школу на отлично и сегодня нам на этом выпуске говорит, друзья, я научился. Все-таки поздравляем, можно с тобой сфотографироваться? Можно. Только если вы пройдете этим же путем. Я научился быть в достатке, без денег, с работой, в болезнях, в голоде. Я прошел разные ситуации и я понял, я все могу в укрепляющем меня Господе. Откуда в нем эта надежда? Откуда такая твердость духа и вера? Друзья, школу прошел. Прошел ее добровольно. И вот в этом есть, друзья, для нас благословение. Когда ты принимаешь и проходишь правильно, реагируя в терпении, то, друзья, научиться может только тот, кто согласен учиться. Когда-то, я помню, мой отец говорил, нельзя научить, а можно только научиться. Сколько бы вы проповедей не слушали, сколько бы вы не слышали призывов и хороших, прекрасных профессоров, если ты сам не хочешь учиться, ничего не поможет. Это твое решение. Это твой выбор. Это когда ты принимаешь от Бога обстоятельства, разные ситуации. Это не значит, что тебе не нужно стремиться к лучшему. Это не значит, что ты не можешь просить у Бога помощи. Но когда ты понимаешь, что над всем, над всем, над всем стоит Бог, Господь Бог, не ты контролируешь, и не они контролируют, и не она контролирует эту ситуацию. Над всем Бог. Бог контролирует. Ты попал в эту ситуацию, повторюсь, независимо, Бог тебе допустил, или дьявол искусил, или это твои ошибки. Бог даже из твоих ошибок, неправильных решений, зло может обратить в добро. Если ты согласен учиться, согласен проходить, тогда это принесет вот этот плод, тогда это придет. Вот это дальше терпение, опытность и надежда на Бога живого, настоящая надежда. Всегда вспоминайте самолет, который падает, не тогда, когда у нас еще денежки лежат, не тогда, когда холодильник полный, и мы говорим, я на Бога надеюсь. Это, друзья, еще не надежда на Бога, это пока еще слова. Вот почему сегодня мне хочется кричать, друзья, нам надо по-настоящему, всем сердцем, полностью надеяться на Бога и вообще не полагаться на разум свой. Да, нужно делать здравые вещи, я не имею в виду крайности, но нам нужно научиться по-настоящему полагаться на Бога. Вот эти все писания, которые мы с вами прочитали, еще одну прочитаю, там написано, что это все было в контексте гонений. Но я хочу подметить одну деталь, что гонения христиане принимали добровольно и терпели добровольно. Какой вывод? Что терпению можно научиться только добровольно. Вот почему терпение, оно вот связано с надеждой на Бога, потому что это тоже выбор. Мы к этому придем еще чуть позже. Гонения люди могли в любой момент отказаться, отвлечься от Бога, но они шли этим путем. И в них возрастала непоколебимая твердость и надежда. Это удивляло, эти арены, удивляло, откуда это все. Друзья, но сегодня мы привыкли, здесь люди на земле, особенно в Америке, привыкли к комфорту, привыкли к стабильности, привыкли к контролю. Вот это, друзья, откровение. Мы привыкли к комфорту, стабильности и контролем над ситуацией. Но когда это все уйдет, друзья, тогда проверяется наша надежда на Бога. И сегодня нам, как название нашей проповеди, нам нужно срочно научиться. Научиться. Поэтому иногда не бойтесь, иногда и потерпеть. Потому что во многих местах Писания мы будем видеть, что это даже во благо нам. 1 Петра, 2 глава. Написано. Но если, что за похвала вам, если вы терпите, когда вас бьют за проступки. То есть вы терпите, потому что вы сами виноваты. Но если, делая добро, страдаете и терпите, снова слово терпите, то это угодно Богу. Вау. Особенно хочу подчеркнуть, делайте добро. При этом старайтесь жить праведно. Старайтесь отвечать на зло добром. И при этом все равно. Он или она вас достают. И вам кажется, ну неужели это? Как это возможно терпеть? Здесь как бы все как будто бы про нас, да, написано. И дальше написано еще одно местописание Иакова, первая глава со второго стиха. С великою радостью, друзья, принимайте искушение, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Испытание вашей веры, испытание производит терпение. Смотрите, какая вот связь. Три ключевых слова. Терпение, вера, надежда. Помните, мы начали вначале. Терпение, нет, скорби, терпение, опытность, надежда. Снова здесь мы с вами читаем. Испытание веры производит терпение. Вот как терпение связано с надеждой. В других переводах, друзья, написано, испытание вашей веры вырабатывает стойкость. Стойкость должна настолько возрасти в вас, возрасти в вас, то есть это должен быть процесс закалки, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. So you would be complete without any need. Так в английском написано. Представьте себе, что производит в нас терпение. И вот эти вот все процессы, о которых пишет Писание, друзья, это все нам на пользу. Павел и Сила, вы знаете уже эту историю, которые попали в тюрьму. Интересно, что в контексте, когда мы читаем чуть раньше за эти все события, то там написано, что их Бог послал. Помните, да? Дал им видение, откровение, что там есть человек в Македонии, которому нужно засвидетельствовать, проевангелизировать. И они пошли по откровению. Бог послал. И попали в тюрьму. Опа! Бог послал. Как это? Где же здесь водительство Божье? Вот чем закончилась вся евангелизация. Но смотрите, какая правильная реакция. Они же там сидят, и как вы думаете, они терпением занимаются или пением? Правда, такой запутанный вопрос. Они занимаются в тюрьме терпением или пением? Правильный ответ. И терпением, и пением. И когда пение есть, то и терпеть легче. И вот они, друзья, реагируют правильно. Но вы же понимаете, какой это мощный рефлекс в сторону надежды. Какой это просто метод на практике, как это вселяет надежду. Вселяет просто надежду на Бога. Как вот люди видят все по-другому в этом мире. Люди, которые полностью понимают, что все под Божьим контролем. Не под моим. Под Божьим контролем. И даже если Бог послал, то помните Псалом 90. В скорби я с ним. И когда человек вырабатывает вот эту правильную реакцию на Бога, то тогда, друзья, происходят чудеса. Видите, Бог вмешивается в такие ситуации. Там нет ни грамма уныния и страха. Хочу еще добавить одну важную вещь. Мы с вами читали о страданиях, о терпении. Но я хочу подметить, что Бог, друзья, не наслаждается, когда мы страдаем. Не думайте, что Богу как бы нравится поиздеваться. Вот как бы, ну вот как ты вот там вот выкрутись. Нет, друзья, совершенно не та методика. Я верю в Бога, который есть Бог, Отец любви. Написано, Он есть Бог любви. И все, что Он не делает в нашей жизни, это из-за мотивов любви. Как и мы воспитываем наших детей, направляем наших детей из-за любви. Иногда их ограничиваем, иногда их учим, потому что мы любим, но дети этого часто не понимают. Так же, как и мы, взрослые, иногда это тоже не понимаем. Но Бог, Он нас учит, потому что Он заинтересован, чтобы мы развивались и чтобы мы зрели духовно. Да, друзья, возможно, возможно, вы думаете, а можно ли научиться надеяться на Бога и без страданий? Это другая сторона. Не обязательно, что только сами скорби или проблемы производят в тебе надежду. Это всего лишь закаляет тебя и выявляет в тебе вот эти качества, есть они или нет. Но я хочу вам дать одну очень важную мысль, которая связана с этим контекстом. Друзья, переплавка металла не делает металл золотом, но переплавка золота делает золото чистым. Поэтому, если ты проходишь какие-то скорби и переплавку, но если ты другой породы, если ты не рожден от Бога, это называется рождение свыше, это, возможно, не всем понятно, это люди, которые родились от Бога, у них другое, другое ДНК. Вот эти люди, которые проходят вот эти разные страдания, переплавки, перепады здесь температуры на земле, то вот из них получится настоящее золото. Настоящее золото. Но если ты никогда этим золотом не был, ты просто назывался верующим, ты ходил в церковь, ты даже в Бога как бы верил, но знаешь, что и демоны тоже верят в Бога, об этом пишет Писание. Но если ты просто был номинальным верующим, то как тебя не переплавляй, друзья, золото не получится, потому что не та природа. Нам важно разобраться в этом процессе, в разных испытаниях еще, кто я есть на самом деле. Кто я? Готов ли я идти этим путем? Готов ли я идти этим путем за Христом? Если мы все сравнимся с преобразом овцы, то смотрите, как пастухи проверяют овцу от волка и узнают их природу. Вы об этом тоже можете узнать. Когда вечером уже темнело и овцы заходят в стан, в стадо, то иногда пастух ночью, там уже не видно, или это овца, или это волк в овечьей шкуре. Что делает пастух? Он берет этот посох, палку и бьет каждую овцу по спине. Вы знаете, что происходит? Каждая овца, она так молча, склонив голову, она сносит и проходит. Но если это волк, как только пастух ударит, он сразу оскалится и огрызнется и зарычит, сразу сдаст его его природа. Вот почему важно знать, какой ты породы. Вот почему, когда мы даже что-то проходим, но мы принимаем все от Бога, принимаем контроль в его руках, то мы учимся надежде, мы учимся терпению. Ну, а все остальные породы, они будут только рычать. Они будут рычать и оскаливать свои зубы. Друзья, заметьте, что верующие и неверующие иногда могут проходить одинаковое, кажется, страдание, проблемы на земле. Но в чем же тогда преимущество? Или в чем разница? Если человек не верит в Бога и страдает, это значит, что он добавит терпение, это значит, что он потом, благодаря этому процессу, будет надеяться на Бога? А что если верующий тоже страдает и терпит, а почему у него добавится надежда? А у человека, который вообще в Бога не верит, как ему это поможет вообще? Вот эти скорби, терпение. Он же только может проклинать Бога. Правда, интересно разобраться, как этот вообще процесс работает здесь. И вот, заметьте, неверующий человек, который попадает в какую-то беду, даже в госпиталь, например, и потом выходит оттуда здоровым после какой-то тяжелой смертельной болезни, он говорит, мне повезло. Хороший врач попался. Хорошая больница попалась. Обстоятельства так сложились. А верующий, который попадает в те же ситуации, он говорит по-другому. Он говорит, нет, это Бог допустил. Это Бог провел. Это Бог все так устроил. Это Бог над всем. Над врачами, над обстоятельствами, над моей жизнью. У него совершенно другой взгляд, другое измерение. Он по-другому мыслит и по-другому все анализирует. У него основание, оно другое. И когда придет момент, что уже не будет ни врача, ни госпиталя, ничего-то другого, уйдет всякое основание, тогда у человека придет крушение, катастрофа. У него не на что надеяться. Вот почему важно надеяться на Бога. Но у людей во время вот этих скорбей или терпения может быть и другая реакция. Может быть то, что человек во время этого, этой учебы, вместо надежды он вырабатывает ропот, он вырабатывает гнев, он его производит. Крик, иногда это обида, иногда это чувство мести. То же во время терпения. Люди проходят по одному и тому же пути, но как по-разному, как они потом расходятся, как они по-разному реагируют. И одни и другие могут утверждать, что они на Бога надеются. Но, друзья, написано в Писании, что огонь испытает дело каждого. Поэтому нам важно оказаться правильным металлом и быть именно золотом. Надежда на Бога, друзья, это выбор. Все равно человек на кого-то надеется. Либо на кого-то или на что-то или на себя. И самая большая беда, это когда человек надеется на себя, но он этого не осознает. Вот это, друзья, беда. Твой покой, он зависит от того, насколько ты научился доверять Богу. Но я знаю, что часто покой только снится. Исайя 26 глава, 3 стих, написано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». В английском написано «He trusts in you». То есть он надеется на тебя. Заметьте, человек, который твердый духом, твердость, стойкость, помните, мы с вами читали, что терпение оно производит вот эту стойкость, твердость, опытность. Ты хранишь в совершенном мире. Вы понимаете, друзья, о каком мире идет речь. Это другое измерение, это то, что непонятно здесь на земле. Это не поддается логическому объяснению. И дальше написана причина, почему, откуда в нем этот мир. Потому что он уповает, он твердо надеется на Бога. Давайте прочитаем это наоборот. Человек, который не уповает на Бога, у него нету мира. У него беспокойство, у него страхи, у него мучения, у него депрессия. Человек, который думает, что он уповает на Бога, но в нем нету мира, нету покоя. Человек, который переживает, человек, который боится, человек, который постоянно засыхает в волнениях, это человек, который не надеется на Бога, но он все равно на что-то надеется. Я знаю, что это больно слышать, больно принимать. Мы все, особенно церковные люди, хотим кричать, да вы что, мы на Бога надеемся. Дал бы Бог, чтобы было так, но мое сегодня побуждение духа, это предупредить людей и сказать, друзья, мы еще не знаем, что такое надеяться на Бога. Простой вам пример приведу. Например, у ребенка температура, а у мамы было запланировано давно еще раньше какая-то поездка, поездка куда-то или какое-то мероприятие или служение или что угодно. Мама говорит, нет, я ребенка с температурой не оставлю, я буду здесь с ним. Человек, который близко или там рядом в этой ситуации говорит, не переживай, я побуду. Нет, ему нужно дать таблетку, нет, ему нужно температуру проверить, нет, ему нужно пить, ему нужно дать и то, и то, и то. Человек отвечает, который помогает, говорит, не переживай, я дам таблетку и я дам попить, я как бы все сделаю. Нет, 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 я должен остаться, я должен остаться, никто так таблетку, как я, не даст и никто так водой не напоит, как я напою и никто так все не продумает, как я. Друзья, о чем это все говорит? Это говорит, что человек контролирует ситуацию очень, очень, очень жестко контролирует ситуацию и не дай Бог, кто-то другой будет контролировать эту ситуацию. Видите, вот это такие жизненные, житейские примеры. Человек не думает об этом, человек даже, это трудно даже принять, вот самая большая беда, это осознать, что почему человек не умеет надеяться на Бога, потому что он не привык и не хочет отдавать ситуацию из-под контроля. А кто-то другой может дать эту таблетку. Ничего не изменится, температура не уйдет из-за твоего присутствия там, поверь, расслабься. Мир не на тебе держится. Представь, что если тебя вообще не станет, что будет? С тобой, с детьми, мир будет продолжаться. Поверь, все будет идти дальше, не думая о себе так высоко. Друзья, сейчас поймите меня правильно, я не говорю за крайности, которые там все равно, все равно, что там, ребенок болеет, нам плевать, у нас там какие-то дела великие. Я не говорю о таких крайностях, я говорю о реальностях. Точно так же, друзья, можно сказать, что, ну вот с ребенком побыть, например, часто это тоже серьезный вызов для какой-то семьи, с кем-то его оставить, потому что мнение, что никто так за моими детьми не посмотрит, как я. Никто так не справится, никто так хорошо не сделает, никто. С одной стороны, ты прав. С другой стороны, это еще раз подтверждает, насколько ситуация под твоим контролем, полным. Там Богу место, ну так вот, ну три процентика. И то, если. Ну, друзья, ну что, если придут времена другие? Как же мы будем реагировать с нашей надеждой на Бога, если у нас ее нету? Все под нашим контролем. Пару слов вот к мужчинам, к бизнесменам. Но если у вас нету работы, если пропал бизнес, если нету зарплаты, как часто мы говорили, что я на Бога надеюсь. Это пока под нашим контролем наш счет в банке. А когда он не под нашим контролем, вот тогда можно говорить, надо надеждой запасаться. Запасайся сейчас. Терпение производит надежду. Но терпеть мы не хотим, нам это не нравится. Мы хотим все сразу от Бога прямо сейчас, как наши дети требуют прямо сейчас. Точно так же и мы от Бога требуем, Господи, помоги, спаси, но только сейчас. Боже сразу, сейчас, какое через год, какое через пять, Господи, нет. Вот наш рефлекс, вот наша реакция на ситуацию, друзья. Но нас Бог сегодня призывает, призывает надеяться на Него. Иеремия 17 глава написана, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает свою опорою и которого сердце удаляется от Господа. То есть это люди, которые они, Бог это осуждает, Бог предупреждает, что это люди, которые заблуждаются, они попадают в проблему, кто надеется на человека и часто мы надеемся на себя. Друзья, Дух Святой обличил меня. Я очень стараюсь воспитывать своих детей, провожу с ними время, пытаюсь их учить. Иногда я вижу, что у меня что-то не получается. Я чувствую, как будто бы основание, вот эта опора моя, что я сделаю, у меня получится, у других не получилось, а у меня получится. Ой, какие невоспитанные дети у них, а у меня будут самые воспитанные. А потом я вижу, что-то плывет, уходит под контроль, а я начинаю понимать, друг, ты далеко ошибаешься, ты сильно большую ставку сделал на себя, на свои методы, ты слишком много думаешь о себе, не надейся на себя, делай свою часть, но помни, надейся на Бога, прежде всего, делай свою часть, но только твой cooperation, твоя вот эта совместная работа здесь, на земле, с Богом, вот почему нужно быть очень чувствительным, иногда не нужно выбегать и вырываться из разных обстоятельств и ситуаций, иногда там нужно побыть, иногда нужно потерпеть, и вот эта вот спайка, ты и Бог, оно приведет к хорошим, поверь, к хорошим результатам, это поможет тебе в будущем и поможет всем окружающим вокруг тебя, как же получить эту надежду? Иеремия 29, Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, я знаю, что вы это давно и много раз слышали это местописание, замечали ли вы когда-либо, что здесь сказано, что сам Бог говорит, я дам тебе будущность и надежду, внимание, друзья, будущность, она просто невозможна без надежды, будущность и надежду, чтобы ты поверил в эту будущность, которая сейчас у тебя разбита, полностью разбита, ты не видишь будущности, ты не видишь выхода, ты не видишь, что когда-нибудь что-то зацветет, все разрушено, и Бог говорит, я дам тебе будущность и надежду, чтобы ты в это поверил, и дальше написано и воззовете ко мне и пойдете помолитесь мне, помолитесь, мы об этом услышали, воззовете ко мне и я услышу вас и взыщите меня и найдете меня, если, внимание, если, еще раз подчеркиваю внимание, если взыщите меня всем, 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 всем сердцем, тогда я дам будущность и надежду будущность и надежду кто обращается так к Богу, тому Бог дает Римлянам 15.4 написано все, что писано было прежде написано нам в наставлении чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду внимание другой перевод благодаря терпению и получаемому из Писаний мы имели надежду благодаря чему надежда откуда надежда снова это слово терпение 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 и дальше написано утешение из Писаний вот это Библия вот это слово Божье пусть оно будет вашим хлебом на каждый день в этом есть надежда надежда утешение из Писаний терпение производит надежду еще раз подтверждается мы уже читали разные места Писания что терпение оно влияет оно связано оно производит в нас надежду вот почему моя тема называется нам пора нам срочно нужно научиться терпеть а терпение приводит к надежде но в Америке мы привыкли к комфорту к стабильности это наше основание и сейчас оно потихоньку рушится и начинай строить настоящее основание сейчас начинай его строить Аллилуйя почему надежда так важна друзья вот это ключевое местописание смотрите внимание евреям 6 глава 19 стих надежда это крепкий и надежный якорь для нашей души евреям 6 19 какое важное местописание как важно надежда в жизни человека надежда на Бога и ни на что другое сравнивается это надежный крепкий якорь для твоей души здесь иллюстрация что ты человек ты просто кораблик в океане и прогнозы погоды зависят вообще не от тебя ни Америка не может контролировать прогноз погоды ни специалисты ни твои сбережения ни твои дипломы никто не может контролировать прогноз погоды волны будут приходить и большие и маленькие и штормы будут проходить но помни я в скорби с тобою помни что ты кораблик и помни что у тебя есть якорь если он есть если это надежда на Бога то у тебя есть якорь а якорь цель цель этого механизма чтобы дать тебе стабильность твердость непоколебимость иначе 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 ты превратишься в щепки в этом океане на этой земле ты просто от тебя останутся просто щепки доски мокрые и все если у тебя нету якоря если у тебя нету надежды в жизни надежды на живого Бога тренируйся учись отдавай контроль учись учись понимай что нужно научиться доверять Богу мы еще не научились мы только на пути Павел говорит я научился но сколько он претерпел то мы даже и 10% того не претерпели мы только говорим что мы научились но пора учиться учиться друзья учиться пока мы здесь учишайся надеждою в скорби будьте терпеливы в молитве постоянны терпением вашим спасайте души ваши надежда не постыжает снова терпение и снова надежда заключительный стих перед нашей молитвой если ты сегодня потерял надежду если ты сегодня живешь в страхе в сомнениях в безнадежности в безизвестности читаю тебе лично местописание Иова 14 глава 7 стиха написано для дерева есть надежда оно даже если и будет срублено оно снова живет и отрасли от него будут выходить и не перестанут если даже устарел в земле корень если только остался пень в пыли но как только лишь почуяло воду влагу оно дает отпрыски и пускает ветви друзья писание сравнивает человека с деревом очень интересное сравнение написано что если дерево не приносит плод его срубают и бросают в огонь человек который не верит в Бога который не принимает эту весть Евангелия который отвергает жертву Иисуса Христа придет время когда его срубят и бросят в огонь вечный это в ад в муки вечные поэтому я призываю тебя сегодня если ты слушаешь это послание покайся как можно быстрее и ты обретешь покой и настоящий смысл жизни и надежду если ты сегодня верующий но ты бесплодный так же задумайся потому что дерево которое не приносит плода бросают в огонь но дальше о другом дереве написано что праведник он цветет как пальма праведник он цветет дерево которое посажено при потоках вод оно цветет и оно приносит плод свой во время свое и третья иллюстрация ситуация когда это дерево это преобразно ты ты просто побит ты не просто побит ты сломлен остался пень один пень и все вся твоя надежда все твои мечты в семье в свадьбе в бизнесе в здоровье детей все разрушено не осталось ничего этот пень он так незаметен он в пыли кажется там нету жизни но если там есть правильное основание услышьте это друзья если там есть правильное основание корень корень вот секрет этой жизни дерева корень был корень основание правильное основание на Христе основание на Боге надежда на Бога, тогда там есть шанс на жизнь. Но если твое основание что угодно, кроме Бога, тогда там нету жизни. Прости, друг, там нету жизни. Там нет перспективы. Если ты это не понял сейчас, ты это поймешь обязательно чуть позже. Но так хочется, чтобы ты не проходил этим процессом. Вот почему написано, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Потому что в надежде есть обновление, есть прилив сил. Обновление там есть, друзья. Обновление в надежде на Бога. Мы сейчас будем петь и молиться Богу нашему. Я призываю сегодня всех, где бы вы ни находились, на вашем месте. Пожалуйста, если вы чувствуете, что вы потеряли надежду на Бога, если вы осознаете, что вы надеялись, вы говорили, но это не так на самом деле. Вам страшно, вы переживаете. Скажите, Господь, научи меня. Согласись проходить путем терпения. В этом есть надежда. Согласись учиться. Согласись учиться сейчас. В этом есть благословение для тебя и для многих окружающих. Давайте сейчас, когда мы будем молиться, там, где вы есть, сейчас склонитесь на ваши колени или встаньте. Как вам удобно, как сердце ваше подсказывает вам. Но я призываю вас к молитве. Я призываю вас признаться и сказать, Господь, помоги меня, держи меня. Господь, помоги мне быть хотя бы этим пеньком, в котором корень в тебе, все разрушено. Господь, но в тебе надежда. Господь, я на тебя надеюсь. Я на тебя надеюсь. Я тебя выбираю. Я на тебя надеюсь, Господь. Если вы еще не отдали ваше сердце Богу, сейчас вас призываю во имя Иисуса Христа, произнесите молитву покаяния. Отдайте ваше сердце Богу. Найдите церковь. Найдите верующих. Читайте Библию. И живите другими приоритетами в этой жизни. Я благословляю вас, всех, кто слышал это слово. В Боге есть надежда. Терпение производит стойкость. Терпение производит опытность. Опытность, надежду. Будьте благословенны во имя Христа Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok